Универньюз приветствует всех, кто находится по ту сторону экрана. В ближайшие минуты мы поговорим о вопросах образования, научного будущего и не только. С вами Аделья Шамилова. Итак, поехали. Только правда и ничего, кроме правды. Ильшат Гафуров рассказал об особенностях приема 2017 в Казанский федеральный. Когда нет права на ошибку, Олег Бодров ответил на острые вопросы телезрителей в прямом эфире. Очередной всероссийский слез студенческих поисковых отрядов взял старт. Впервые данное мероприятие проходит на базе Альма-Матер. В интервью телеканалу «Россия-24» Ильшат Гафуров рассказал о самых востребованных направлениях. Количество бюджетных мест и возобновление приемов в Елабужский и Навержно-Челнинский институты КФУ. 19 июля в прямом эфире телеканала «Россия-24» ректор КФУ Ильшат Гафуров ответил на самые популярные вопросы, волнующие абитуриентов. Основной вопрос, который волнуют абитуриентов и их родители, связан с проходными баллами ЕГЭ и количеством бюджетных мест. Ведь несомненно то, что каждый хочет оказаться в списке поступивших на бюджетную форму обучения. Ежегодно набираем примерно 14-15 тысяч. Я говорю именно в разбросе этих цифр по одной простой причине, что бюджетные места, их примерно 5 тысяч на сегодняшний день, а остальное это выбирается на коммерческой основе. И мы для себя определили, что ниже определенного ЕГЭ, как сейчас принято говорить, единого государственного экзамена, мы принимать не будем, даже несмотря на то, что это коммерческие места. Стоит отметить, что каждый год количество бюджетных мест на приоритетные специальности меняется и распределяется по мере востребованности профессии. На сегодняшний день в основном это инженерные специальности, естественно, научный блок. Из гуманитарной специальности, конечно, очень сильно бюджетные места сократились на юриспруденцию и на экономические направления подготовки, в то же время на педагогическое направление чуть добавили. В начале работы приемной комиссии Рособорнадзор приостановил лицензию на прием абитуриентов на Берничелминске и Лабурский филиал Казанского федерального университета. На сегодняшний день все вопросы сняты и прием идет в штатном режиме. Были определенные замечания по неплановым проверкам со стороны Рособорнадзора. В основном они касались информации, размещенной на сайте данных филиалов. Возникли определенные проблемные моменты. Они на сегодняшний день все разрешены. Я еще раз хочу об этом сказать. Несомненно и то, что университет ведет активное сотрудничество с иностранными компаниями и вовсю привлекает студентов из-за рубежа. Для них программы реализуются на английском языке. На эти программы записываются в основном наши иностранные абитуриенты. Их на сегодняшний день по итогам прошлого года обучалось 4200 человек в университете. Это достаточно солидная цифра. И уже на сегодняшний день более тысячи заявлений мы имеем. Хотя иностранных студентов мы принимаем включительно до октября почти месяца. По традиции итоги приема будут проводиться уже в августе. А для абитуриентов из-за рубежа в сентябре текущего года, по словам Ильшата Гафурова, ожидается, что в этом году ряды студентов КФУ пополнят свыше 14 тысяч человек. А общее количество поданных заявлений превысит 60 тысяч. Диана Шилова, Универньюс. Студия программы «Приемка ФУ-2017» приняла в своих стенах ответственного секретаря приемной комиссии. Гость программы не только раскрыл все карты, но и ответил на вопросы зрителей в прямом эфире. Каких студентов ожидают бюджетные места, когда закончится срок подачи документов. И всем ли первокурсникам хватит мест в общежитиях, вы узнаете в нашем следующем сюжете. Вопросы на самообсуждаемую для сегодняшних абитуриентов тем, а именно работа приемной комиссии Казанского университета, продолжают волновать будущих студентов и их родителей. Ответить на них смог ответственный секретарь приемной комиссии Казанского федерального университета в режиме реального времени, участвуя в программе «Приемка ФУ-2017». Здравствуйте, звоню из Москвы. Меня Сергей зовут. По поводу дистанционного заключения договора. Если вы заверенную копию отправляли в электронную почту, документы находятся у нас, и вы имеете возможность заключить договор дистанционно. Для этого вам следует позвонить в договорный отдел и изъявить свое намерение дистанционно заключить договор. Вам выпишут договор, отсканируют его и сканированную копию отправят на ваш электронный адрес, который вы указали при регистрации на сайте. Тем временем первый приказ о зачислении уже готовится к выходу. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, последний день подачи оригиналов на первом этапе. Дата и время подачи. У нас в университете прием документов заканчивается 26 июля. И до 1 августа, до 18.00 вы можете, имейте возможность, занести свой оригинал. При установке, что есть документы или заявления вы уже подали. Списки подавших заявления и оригиналы в Казанский федеральный университет ежедневно обновляются и растут. И в связи с этим абитуриентов продолжает волновать вопрос заселения. Мы как бы иногородние и планируем проживание в общежитии от моего ребенка. Во-первых, я хочу сказать, что общежитием обеспечивается 100% первокурсников иногородних, которые нуждаются в общежитии. Они будут жить в наших 100 городках. Количество мест в студенческих общежитиях – это 13,5 тысяч всего. Прошедшая программа также подтвердила, что тенденция изучения IT, программирования, а также естественно-научного блока продолжает расти. Скорее всего, интерес к наукам не ослабеет и в этом году. Справедливо полагать, что с каждым годом новая волна ажиотажа будет не только возвращаться, но и нарастать. Аделья Шамилова, Универньюз. Продолжается активная работа образовательной программы «Повышение квалификации управления проектами». Как прошел очередной день, узнаете в нашем следующем сюжете. Во второй день образовательной программы участники познакомились с основными принципами управления проектами. Профессор Джордж Сифри, основной разработчик учебных материалов и курсов по проектному управлению для программ «Сколково», объяснил роль проектов в реализации стратегий. Не прямое обучение, а создание условий для развития человека. Мы вместе создаем условия, в которых команды, в которых руководители могут развиваться. Они могут принести свои реальные проекты и на них отработать или проблематизировать все вопросы, которые действительно стоят. Также в ходе образовательной программы на примере крупных корпораций рассмотрели модель управления приоритетных стратегических проектов. На основе этого планируется сформировать предложение для повышения уровня качества проектного управления в Республике Татарстан. Мы говорим о том, как удобно работать с проектом, как правильно работать с проектом, чтобы он стал успешным, эффективным. Поисковые движения созданы с целью поиска, установления имен и места захоронения без вести пропавших солдат в годы Великой Отечественной войны. Такие движения существуют по всей России. Студенческие поисковые отряды решили объединиться и собраться на Всероссийском слете. Подробности смотри далее. В ректорском садике Казанского федерального университета состоялось открытие второго всероссийского слета студенческих поисковых отрядов. Впервые он организован на базе Казанского университета. Открытие и первый день работы поисковиков пройдут на базе вуза. Со всех уголков России сюда съехались около 150 участников поисковых экспедиций. Это студенты из 22 российских вузов. Сами понимаете, у нас сейчас довольно большие сложности с поисковыми отрядами, в которые входят дети. А студенчество, это все-таки всю жизнь было такой прогрессивной прослойкой общества нашего. И хотелось бы их, как правило, направить в нужное русло, правильно обучить их правильно поисковой работе, чтобы их поисковый подход к работе был максимально эффективным. Казань местом проведения второго всероссийского слета выбрана не случайно. Именно здесь, в 1968 году, на базе Казанского федерального университета, был создан первый в России поисковый отряд «Снежный десант», который активно функционирует и на сегодняшний день. Казанский университет был одним из начинателей вот этого движения, которое сейчас было в 60-70-е годы. И мы всегда гордились нашими «Снежными десантами», через которые прошли тысячи наших студентов. И не случайно наш университет был признан лучшим в республике по этой работе, по поисковой работе среди вузов республик Татарстана. После официального открытия студенты отправятся на остров Вертолетный из Пасского района Татарстана. Здесь для участников пройдут круглые столы, теоретические и практические занятия, различные мастер-классы и многое другое. Всероссийский слез студентов поисковиков пройдет до 23 июля. Анна Глазунова, Владислав Мехневский, Универ Ньюс. На этом наш выпуск подошел к концу. Смотрите нас в социальных сетях. С вами была Аделья Шамилова. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин